Здравствуйте, дорогие друзья! Марина Мазболит, я за неё зачитаю приветствие. Я рада всех приветствовать в нашем Центре Единства на встрече Клуба Исторических Знаний «Старинный сундучок» «Сила рода, сила памяти». Именно так назвали мы сегодняшнюю музыкальную встречу. Приходя в этот мир, каждый из нас получил всё необходимое для долгой и счастливой жизни. Все знания и мудрость предков скрыты в нашей родовой памяти. Поэтому каждый из нас всё знает с момента своего рождения. Нужно только вспомнить. Кому-то удаётся это вспомнить быстро, а для кого-то нужны годы. Но так или иначе, мы иногда замечаем, что, начиная новое дело, нам кажется, что им занимались давно. Или, приехав в какое, казалось бы, незнакомое место, нам кажется, что мы тут были и спокойно ориентируемся на местности. Это и есть частицы нашей родовой памяти. Впрочем, обо всём этом расскажет руководитель этого клуба Татьяна Гостева. А сейчас мы должны были поздравить с юбилеем, но она не пришла. И, возвращаясь к названию нашей встречи, мне вспоминаются такие стихотворные строчки. Есть память, словно капельки росы, свергающие в солнечных лучах, когда, забыв и думать про часы, на них смотрю и так легко молчать. Есть память, словно капельки вина, так жарко обжигающие кровь. И я их пью, когда встаёт луна, когда и так понятно всё без слов. Есть память, словно камешки на дне, реки с водой прозрачной, ледяной. Я их не трону, и они во мне живут, звенящие, странной тишиной. Есть память листопада, снегопад, есть память дождь, смывающий следы. Есть память, словно сладкий нежный яд. Есть память, как уядшие цветы. И стоит только лишь закрыть глаза, саму себя на волю отпустить. Есть память, только нет пути назад. Всё можно вспомнить, но не повторить. А я в свою очередь приглашаю ансамбль «Радуница». Мы с девочкой начали снимать. Правда, пожалуйста. Мне единственное, что я хочу сказать, что если песня знакомая, я предлагаю петь вместе с ним. То есть это не возбраняется, наоборот, хорошо. То есть нам пойдёт обмен энергией. И вот это наша семейная, я всегда говорю, мы хотим встречаться здесь как вот большая, большая семья. Вот, пожалуйста. Всё, что знает, всё поёт. Среди далины ровная, на латкой высоте Светёт, растёт, высокий дуб, могучей красоте Светёт, растёт, высокий дуб, могучей красоте Светёт, высокий дуб, разветистый, один у всех глазах Один, один, бедняжечка, как рекрут на часах Один, один, бедняжечка, как рекрут на часах Светёт, и краска, солнышка, кого позей принять Ударит ли погодушка, кто будет защищать Ударит ли погодушка, кто будет защищать Свети далины ровная, на латкой высоте Светёт, растёт, высокий дуб, могучей красоте Светёт, растёт, высокий дуб, могучей красоте Светёт, растёт, высокий дуб, могучей красоте Под окном высоким, под окном широким Лишня белоснежная светёт Мимо этой речни, мимо этой хаты Парень правый в первый раз идёт Мимо этой речни, мимо этой хаты Парень правый в первый раз идёт Она идёт, посмотрим, и в окно заглянем Ничего за лишней не видать Отойдёт в сторонку, сбросит прадедчонку К лишней возвращается опять Она идёт в сторонку, сбросит прадедчонку К лишней возвращается опять Что это за лишня, что это захвата Что это за небо у окна, что это такое сердцу непокое, или жить дороже-то одна. ПЕСНЯ 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 и после свадебным всем делам. Естественно, после свадьбы у нас самая главная задача, и задача для рода нашего родить дитя. Родить дитя, вот об этом мы сейчас немножко с вами поговорим, я чуть-чуть расскажу, а потом уже перейду к главной теме. Во-первых, рождение дитя ждали, конечно, все, и любой папа надеялся, что первым будет мальчик. Потому что, если кто-то помнит, вот раньше я говорила о том, что род в старые-давние времена, еще много-много тысяч лет назад, в общем, человек жил дольше. И исторические артефакты это доказывают, ну, по крайней мере, если китано, что минимум 144 года, и я об этом говорила уже, и за 144 года я, вот как, например, будучи главой рода, я могу видеть седьмое поколение впереди себя. И сказать ему, вот, я вот завтра ухожу, а приду в твоем дитя, в твоем дитя, да, и вот ты меня воспитаешь таким-таким. То есть вся наша природа и роды, это, ну, математика, если хотите сказать, да вся, весь космос математика. Вот, об этом тоже ученые говорят, но я сейчас не об этом. И вот папа ждал дитя. Кто помнит зыльки? Есть ли там зылька, да, и гулька по-другому? Она должна качаться, не просто обтрястись, да, вот как на коляце трясутся. А она должна медленно качаться у военки от зылька. Так вот, чтобы это, соорудить вот эту люльку, зыльку, папа в будущее шел. Я долго-долго искал, ну, как вот, ну, подругу палка, которая крепится. Ей, ну, вот, елуй, да, она более-менее гнется. Вообще эта палка называлась «Ончеба», «Ончеба», старинок. И вот этот, чтобы найти хороший «Ончик», чтобы он не просто тряхло ребёнку, трясло, а чтобы у моёкило, нужно было всё-таки, этому нужно было умение и знать, из чего это нужно было сготавливать. И изготавливал сам папа, естественно. И он старался, при этом вот нашёл, он эту, ну, отче будущее, да, нужно было нести ещё так из леса, чтобы не задеть землю. Для чего вы подумаете? Чтобы не задеть землю, чтобы не указывать путь туда вниз. Ещё рано, младенец ещё не родился, чтобы он родился нормально в здоровье. Счищал он прям вот, чтобы гладенько-гладенько было. Почему? Чтобы жена легче родила, чтобы, да, чтобы мамочка, всё с ней было хорошо, всё было нормально, ребёнок родился в здоровье. То есть, его вложил. Ну, а считалось, он заискал такую, такую будущую «Ончик», чтобы было больше сучков. Сучков. Почему? Как вы думаете? Побольше мальчиков. Побольше мальчиков. Вот сучки – это мальчики. А помните, вот в желании свадебное это есть? Там больше кончик, больше дочек. Кто помнит? Да с временем времени дошло, кстати, пожелание. Там побольше сучков. Ну, что такое? Кто же с этим связан? Так вот, это первое. Первое, значит, не касаться земли и не показывать направление в землю, чтобы на тот свет уходить. Вот ещё ребёнок не родился. Больше сучков, чтобы было больше сыночков в этой люльке. Потом качались. Вот. Закладить чистенько, чтобы роды были нормальными, легко прошли. И вот ещё. Приготовили люльку, зыску. Отчим повесили нормально, да? И сначала, прежде чем ребёнка положить заранее, я же всё готовилась, клали в котёнка. Для чего, как вы думаете? Котёнка. Вот если он увяжется, на этом месте, то ещё место хорошее. Если нет, двигали где-то искать другой. Прямо-то ещё было, как рожениться ещё, пока беременная. Вот. Это всё дело из-за гадя. Чтобы всё это вот соблюсти, это была задача отца. Конечно. Будущий папа. Вот. Ну и рождался ребёнок. Ребёнок. А, ещё. Одиночник. А, вряд интересный. Во время родов, когда уже известно, кто родился, ой, мальчик, под зыбку, Лёнь уже висит, зыбка висит, под зыбку клали, мальчик клали топор. Если девочка-ножницы, вот как подумать, для чего? Так, для чего. Опять, чтобы отрезать путь вниз. Отрезать путь вниз. Если ещё рано, ещё ребёнок покраждать, чтобы длинная-длинная-долгая жизнь была. Так вот. Если вы помните прошлые наши беседы, я рассказывала о том, что если родилась девочка, значит, повитуха или знахарка, присутствовал отец всегда. Это сейчас тот ещё думает, сейчас стали разрешать. И то сомневайтесь, потому что отцы падают в обморок. А повитуха или отец принимали, если девочку, в рубаху, конечно, чистую. В рубаху мамы. Если мальчик, в рубаху отца. Обережного с обережными вышивками для чего? В силу. В силу, правильно. Папа сила, а мамин красота молодость, да, здоровье и всё такое. Вот. И принимали ребёночка, обычно дети чуть ночью рождаются. Ну, иногда бывает и днём, у меня, например, днём и ночью рождаются. Вот. Но в основном всё равно, когда ребёнок рождался, пуповину не обрезали. Не обрезали. Клали дитя в люльку, и пуповину клали в ушат с водой. Почему? Пуповина, не пуповина, место. Место. Дышало ещё. Оно ещё должно было, должно было само остановиться. Дыхание вот это вот место. Это, чтобы отдать силу. Вот самая сильная вот сила последа, она ещё там. Ребёнок родился, но он ещё не отдался, не забрал. И вот когда она переставала дышать, вот тогда только обрезали. Перевязывали нитью шёлковой, значит, но вплетали волосы отца и матери, и перевязывали. Вот смотрите, вопрос сам собой возникает. Что мы сейчас творим? Что мы сейчас творим? Мы дети не рождаются, здоровье детей говорят нет практически. Вот вам что-то подумать. Сразу забирает всё, запаковывает, пухолоздает и отдаёт куда-то назад. Куда-то на что-то другое. Потому что силища сильная. Ну я об этом сейчас не буду говорить, потому что это каждый выбирает для себя, так сказать. Но самое интересное, самое главное, пожалуй, что отец, вот это место, послед, когда она уже всё отдала, перерезли послед, не упирали, никому-то не выкидывали, а закапывали в землю. И сажали, если мальчик, то дуб сажали, если девочек, то берёзка. Почему? Потом эта берёзка становилась, она знала, какую силу дать, какую энергию, что ребёнку не хватает, что хватает. То есть делать дальше игрушки из этого же дерева, для этого ребёнка. Ну и потом, последний путь, тоже, делали вот из этого дерева. То есть это родовое дерево, оно стояло, безродовые общины были на больших территориях. Сейчас, кстати, к этому возвращаются, вот эти анастасицы. Правильно делают? Но это опять другой разговор. Теперь, и самое главное, если ребёнок родился вечером, ночью, это кто-то быстро ждать, но за это время всё и отлаживалось, и с местным, с последованием, и с муковиной, и ребёнок уже всё чистим, готов, и отец первый, что он должен был сделать, брал ребёнка, назад, на ранние зоники, на восход солнца, выносил, выносил, показывал я Еле солнышку, потому что мы все дети солнца, вот, выносил, и просил богословение. Вот, это делали наши предки. И, я всегда говорю, не были они такими дикими и глупыми, как об этом говорят. кстати, ну просто я, не знаю, может быть, я не в ту степь полезу, но всё-таки хочу показать. Я слышала как-то недавно отрывок из беседы нашего Кирилла, который говорил, наши предки были, скажем так, варбары, дикие, варбары, ничего не знали. Вот, пожалуйста, вот наши предки жили. Тысячи лет назад, это тринадцать тысяч лет назад. Вот в таких городах. Вот, пожалуйста. Сейчас ещё покажу. Я немножко, конечно, вот имели вот такие вот, ну как сейчас самолёты, летали между планетами. Это на самом деле, об этом много артефактов, просто они на данность не доходят, к сожалению. Вот такие примерно города. Вот там зима, такие терема. Вот ещё вот сейчас. Я сейчас вам скажу. Вот, пожалуйста. А рисунки откуда? Как вы думаете? Угодникам. Из памяти раз. А ещё? Вот, а ещё есть, вот, как фантасты делают, вот, описывают, вот, фантастическую жизнь. Какие-то, какие-то сущности интересные, там, инопланетян откуда? Слышь, приходит от нас на. Приходит. Как композитор сочиняет музыку? Это всё приходит сверху. Где-то и пробуждение вдовой памяти, а тут подсказка. Тебя повели во сне, говорят, что во сне как раз астральное тело и душа, и путешествует. И показали, где ты раньше, на какой планете. Я почему-то в две. Конечно, это правый выбор каждого. Вот, пожалуйста. Это художник Всеволод Иванов. Кстати, у Всеволод Иванов очень много таких вещей. И в одном из воспоминаний я читала, что действительно приходит на границ с нами я. А это самый тот момент, когда мы ещё не проснулись, но ещё не успели сказать до свидания тому, что вы видели, но ещё не проснулись. Но это опять другая тема, я не об этом хочу. Вот. Так вот. И мама, конечно, первые дни играла очень большое значение. Мама. Вот я сейчас чуть-чуть приорвусь, чтобы дальше перейти к себе рот. Я скажу, что интересно, я приглашаюсь Анечу и Юршову спеть нам про маму. Это чуть-чуть так, чтобы расслабиться. Мама, я не сыграла на пиво. ПЕСНЯ 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 Ну вот, что ж такое, как нам понять, а нет, я не с этого, я приведу пару-тройку пословиц. Вот, например, на детях гений природа отдыхает, что это значит? На детях гений природа отдыхает. Ну что это, стесняйтесь. Не передалось что-то, да? На детях. Детям что-то не передалось от родителей. Еще. Человек силен там, где пупок резан. Я вам потом расскажу подробнее смысл этих поговорок. Где родился, там пригодился. И пупок резан. Почему? Сейчас мы попытаемся с вами понять, почему это так. Правда, многие поговорки сейчас переделали. Смысл потерян, тот истинный, исконный смысл. А порой, вот я встречала даже такое, что половина поговорок сохранилась, а вторая половинка нет. Тоже, но это, почему происходит? Потому что мы переделываем это на себя, клишуем на нашу жизнь современную. Ну это, наверное, правильно где-то. Но и тем не менее, наши истоки надо знать. И вот когда мы узнаем и вспомним, правильно сегодня Маша сказала, вспомним все наши, вот тут, где у нас охрененно, шкарит на железе, мы вспомним, кто мы и зачем сюда пришли. Но наши предки знали, не просто знали, а не знали, как сделать свою судьбу и жизнь правильную. Как прожить правильно. И знали, это было благодаря тому, что имели связь со своими предками. Есть еще, вот о силе рода и о связи семи поколений я сейчас вам попробую донести. Чтобы правильно взрастить, не вырастить, взрастить дитя, нужно необходима вот эта связь всех семи поколений, которые за мной, не которые впереди. Семьи, я, да, я вижу их, я могу корректировать, где-то помочь, да, если я идеальна. Но идеальный, естественно, бывает, тогда бы я была Богом. Вот. Но корректировать вот это, то, что я вижу перед собой, я могу. А то, что сзади семь поколений, я о них не знаю. К сожалению, прерогатива, это, наверное, это была всегда, ну, 19-18 лет, тех, которые вели домовые книги, аристократов. Они еще где-то знали свои, вот эти вот, свое родовое древо, скажем. Ну, и сейчас это настолько утеряно, что вот мы единственное, что мы знаем, что вот на деятельении фантыкает природа. Потому что, значит, гений передается через поколение внукам. Вот это мы можем еще собрать ад дальше, дальше мы не можем. И вот дело в том, что, уходя про отца, души не исчезают бесследно, а остается, сохраняются с этой душой информационные и генетические связи до седьмого колена. Не просто так седьмое. Вот помните, многие, наверное, слышали такие выражения, как, вот если, например, грешник, проклятие лежит на семь поколений, да, вперед, на семь. Семь какой-нибудь убийц, или, например, передаются генетические болезни, кстати, тоже семь поколений, вот это сохраняется. И таланты, то же самое. Вообще, вся эта система называется герноскоп по-научному. Это тоже, ну, тоже есть такая. Но смысл в том, что наши предки умели держать связь со всеми душами. Понятно, что я уже вот 60 лет, понятно, что за мной уже никого же выхода нету. Это все. У меня вот тетка единственная живет. Вот хочу быть на Новый год съездить. Она уже слабенькая, мне надо ее навести. И держали связь с душами. Через, каким образом, я бы чуть попозже скажу, как они умели это делать. А вот помните, в детстве, кто в деревне, да и не тот в деревне, всегда в доме были фотографии. В рамочке много-много фотографий. Нам бабушка, дедушка, вот это моя бабушка. Это вот когда уже пошли фотографии, научились. Всегда охранилась. Это тоже связь. А мы сейчас этого, ну, ничего нету. К сожалению, нету. Наши внуки мало кого знают. Кроме нас с вами, они никто и не знают наших. Вот. И оказывается, вот я вам сейчас покажу такую штучку интересную. Вчера писала вам. Попробую вам очень коротко. Вот. Вот они всеми поколениями. Ну, вы догадывались. Да? Вот это я. Сейчас. Вот это я, мои родители, бабушки, дедушки, пра-пра-пра и пра-пра и пошло дальше. Всего, значит, я, 2 человек, 4, 8, 6 на 32 и 64. Всего 128. Вот 128 душ, которые на нас влияют. Плохо или хорошо? Мы сейчас с вами разберем. Вот. 128 душ. Что это значит? Первое поколение, вот оно я. Я буду поглядывать. Первое поколение я. Понятно, что вот оно я. Что мне родители дали? Восприятие мира. Правильно или неправильно еще вопрос. Как воспринимать вообще всю действительность, да? Далее детские привычки наши. Здесь тоже отродить. Знаете, я пока уперу. Вот. Детские привычки. Они, мои родители, участвовали в формировании меня как личности. То есть, ну опять, это их видение было. Правильно или неправильно тоже вопрос. То есть, мы опять приходим к тому, что человек делает верши сам свою жизнь, свою судьбу. Да, много сценариев. Встречаются путеводные камни. Пришел там, вот, наступает время. Мы выбор. Или замуж выйти, или ты. Или тебе не стоит учиться. Вот этот путеводный камень, который пойдешь налево. Встал, помните? Пойдешь направо, тут пойдешь прямо тут. Вот. Выбираем. И начинает раскручиваться уже следующий этап нашего сценария, который уже предназначен нам. Идем этим путем. Нам дают тех людей, с которыми мы должны правильно развязать какие-то кармические узлы. Если мы этот выбран путь, значит, там свои, наши собеседники, наши родные, наши родственники и так далее. И вот наши родители дают правильное восприятие жизни. А вот если нет родителей, ребенок в детском доме. Представляете, как он отличается? У него совершенно другие, другое мировоззрение. Потому что вот это общее, единое, это немножко другое. Нет родителей, значит, уже где-то перекос. То есть это тоже надо понимать. Третье поколение. Ну, а еще внешняя схожесть. Говорят, что если похож на отца, то сильная связь с кармой рода. А если не очень, если больше на мать, то более свободен. Ну, свободен в выборе, значит, можешь спокойно где-то кармические узлы. Они сами по себе потихонечку начинают развязываться. Третье поколение. Третье поколение. Четыре человека. Бабушки, дедушки, четверо за моими крыльями. Они как крылья. Вот вам, пожалуйста, талант. Который не детям, а много передается. Талант. Интеллект. Коммуникальность. Это передает третье поколение. Способность к восприятию информации вообще. Если не было этого у бабушек, дедушек, то, значит, у них нет связи с воими. Вот третьем поколении. Четвертое поколение. Восемь человек. Правда. Да, формирует. Я тут буду поглядывать. Даже это невозможно. Знаком. Личную жизнь. Любовные какие-то сценарии. Это четвертое поколение мне дает. Если у меня есть связь, они подсказывают. Значит, умение жить в гармонии. Но еще вот это четвертое поколение дает очень интересная способность человеку. Умение зарабатывать. Хватку. То есть, и скорее всего, если этот человек, эти мои предки, кто-то из них был очень, у него, после него осталось какое-то наследство, считалось, что это наследство, которое вот так предкам досталось, нужно приумножать. Обязательно. Иначе все уйдет. Но если этот богатый, скажем, предок, тратил свои деньги не туда, куда надо, но хваткой тут у тебя досталось, хоть ты что делал, у тебя пальцы через пальцы будут деньги утекать. Потому что они неправильно расходуют. Тоже палка на конца. Но опять, смотрите, если об этом знать, мы можем опять корректировать свою жизнь. Мы можем правильно подсказать детям, многам, зная, что кто там и что может знать. Это наши предки все знают, до нас дошло, слава богу, уже дошло. Тех же предков. И считалось, что да, наследовательности ценности нужно приумножить. Как уважение дать этим предкам. Тогда все будет хорошо. Тогда у тебя все будет классно. Пятое поколение, шестнадцать человек, прапрап. Формирует силу воли, умение добиваться, умение побеждать. А еще такой качество, как пассионалность. Что такое пассионалность? Это, скажем, готовность к действию, жертвовать своей жизнью ради великой большой цели. Это, кстати, очень важно. И тем дальше, тем серьезнее вот эти вот качества, которые они нам передают. Связь постоянная и генетическая в том числе. А если у ребенка, ребенок безволен, вот я, у меня пятая, четвертая, пятая поколения. Я безволен, труслив, может быть, излишне агрессивен. Значит, что-то там не так. Что-то они что-то натворили, скажем так. Поэтому, если знать это, то можем их исправить. То же самое. Греховность – бредка в пятом поколении. Если что-то получается не так. Шестое поколение – прапрап. И как бы это неудивительно, вы сейчас удивитесь, вы поймете, откуда это выражение. И откуда это, ну, скажем так, действие. Как бы это неудивительно, это поколение связано с нашими зубами. Тридцать два зуба, тридцать два, тридцать две души. Вот говорят, во сне выпадают зубы, да? Помните, вот, что значит, жди и твистей. Это одно. Как бы ни было смешно, рано выпали зубы, нет связи. Нет связи с этим поколением. Но самое важное, и даже не это, а самое важное, и самое главное – связь с национальным грегором. Вот шестое поколение, надо сказать, связь с национальным грегором. Что это такое? Это традиции, это память о заповедях, истинные знания нашего рода, моего рода, да? И историю рода, и рода, и народа. Это уже более социально значимая связь. И она дает счетовую, через генетическую связь шестого поколения. И седьмое – это, пожалуй, самое серьезное, самое важное связь. Это фатум, это, ну, скажем, рок. Судьба. Это предназначение нашей судьбы. То есть поколение формирует это. Дает нам это генетически. Самое серьезное поколение для нас, ныне живущих сейчас. Конечно. Вот я говорю, знатные рода, которые велось, это знали. А, собственно говоря, наши предки умели писать, считается, такой. Без грамоток не было. Только сейчас нам представляют нас такими. И раньше это знали все, значит, могли увидеть свое назначение. Значит, истинный долг свой могли увидеть. И миссию своей, и внутренний закон рода, в первую очередь. А род, а помните, семья – это и частичка общества. Да, до нас это дошло, но немножко перевернуто, чуть-чуть сужено наверху. На самом деле, вот он род, община составляет народ. И вот как ты взрастил. И получается, что задача-то основная род какая? Создать условия для того, чтобы душа взрастилась гармоничной, всесторонней. И вот представьте, я перед вами всесторонне, значит, я могу своим носить поколение вперед, вырастить весь, вот, продолжение рода идеально. То есть это уже ближе туда. Ну, на этом я немножечко... Итак, связь семи поколений мы с вами вот разобрали. Вот это самая связь и есть. Это возможность выстроить свой путь знаний вот этих связей. Как это все делали, я чуть-чуть покажу, потому что народ, немножко другой, мы сейчас нам перекрыли шорами все наши прошлые влащения и так далее. И, в общем, ну, это тоже другой вопрос. А если знать, если даже там что-то было плохо, там сзади, мы можем избежать усугубления кармических всех этих долгов, кармических узлов, мы можем легче пройти, мы можем делать не так, как они делали, зная при этом, как жиримая пленки. Это тоже другая сторона. То есть это тоже наши предки знают, наши русичи, наши русы. И сейчас я сделаю небольшую паузу. Я приглашаю сюда к нам Анну и Галин Злей. Мы споем еще одну песню. Он будет таким вот, тоже немножечко расслабьтесь. Переходим в следующую часть нашей с вами беседы. А споем мы вам песню «Если любить, это и про любовь». Кто знает, может выбирать. Песня «Если любить, это и про любовь». Ах, гадай и как считай, на роман, «Если любить, это и про любовь». Песня «Если любить, это и про любовь». Песня «Если любить, это и про любовь». Нету слов, слова приходят сами, «Если любить, если любить, так». Песня «Если любить, как будто нам расстаться завтра на дарке?» Ах, любить, что может садиться, Ах, любви растаять ко сне. Ах, все это пророди словами, Нету слов, слова приходят сами. Если любить, если любить, да, Если любить, то мы родились сами. Нету слов, слова приходят сами. Если любить, если любить, да. Ах, любить, как будто нам семнадцать, И как будто пять. Первый раз в любви признаться, Первый раз друг другу сказать. Ах, все это пророди словами, Нету слов, слова приходят сами. Если любить, если любить, да, Если любить, то мы родились сами. Нету слов, слова приходят сами. Если любить, если любить, да. Я тебе достану с неба звезды, Лучше в поле цветы. Ты не смейся, я тебе серьезно, Просто ты это ты. И любить тебя легко и просто, И прожить нам лет, наверное, просто. Если любить, если любить, Если любить, да. Если любить, вот это мы родились словами, Нету слов, слова приходят сами. Если любить, если любить, Если любить, да. Я тебе такών. Спасибо. Аплодисменты. И как это такое сделало рода? Вот, пожалуй, самое главное. Почему мы пришли. Понятно, что там крылья у нас большие, И есть связь с ней. И задача рода – создавать условия, чтобы каждый родич, ну, как бы, член рода, создать для него условия для духовного роста. И если я обладаю всеми свойствами, значит, впереди я могу корректировать все семь поколений вперёд. То, что я могу дать. Я могу дать первому роду, как мне дадут, допустим, я дала восприятие мира правильное окружающим, внукам я дала свои таланты, следующим себе правнукам что-то ещё, что я вам перечисляла. Это первое. Второе – беречь честь рода. Как эту силу сохранить роду, беречь честь рода. Что это значит? Не делать в плохих поступках, чтобы не унизить этот род. Мой род. Я не могу плохо сделать человеку, соседу другого рода, да? Потому что я буду унижать этот свой род. Это достоинство потеряя своего рода. И остатка, то есть, идёт при этом отток родовой силы. Родовая сила теряет свою энергию, если она унижена перед другим родом. И род стоит, сила рода стоит на чём? Во-первых, славление моих пращуров. Я их славлю, я их вспоминаю. Почитание стариков, которые живут. Это обязательно. Почитание, уважение всегда было. Уважение супругов. Поддержка молодёжи и пестование детей. Пестушки, помните? Ладушки, ладушки. Пестушки, просто так, всё, каждую пестушку. Я вот изучала это немножко глубже. Каждую пестушку, это, во-первых, тактина. Это здоровье. Каждую пестушку, это здоровье. Но не только. Взращивать душу правильно. И был такой очень интересный обряд, который назывался ладованием. Что это такое? Один раз в неделю, наш предок. Один раз в неделю, муж с женой, супругой. Создавали, делали себе, творили. День, день создания ладов семьи. Ладов. Откровенно говорили друг другу обиды. Прощали их. Просили друг у друга прощения. Говорили о своих переживаниях всех. То есть, старались, чтобы не договорён, но ничего не оставалось. Хуже нет, когда копится, когда пылиться потом взрывом. Ничего хорошего-то нет. И вся я дай друг, и ушла. Лада в семье. Говорит переживания о поведении, что не нравится супруге. Что он делает так, что я от него жду от своего супруга. Почему его нет? Нет внимания. Я ему должна это высказать. Может, он не думает об этом. А я своим женским думом. Понятно, что мы думаем по-разному мужчинам и женщинам. Совершенно по-разному. И порой, когда начинаешь копаться, тут даже близко к тому, что я надумала себе накрутила. И каждый из нас это может вспомнить. О воспитании детей. Как правильно воспитывать. О взаимоотношении с родителями. С теми, с другими. Говорили о том, что он не хватает в отношениях. И вот, когда, не выходя из дома, не выходили из этого, пока все вопросы не были решены. Но если что-то не решалось в глобальном смысле, и уже прошла коса на камень, тогда это, конечно, вы насилие на семейный совет. Потому что старшие могут всегда, по-моему, правильно разобраться. По молодости много не хватает, порой мудрости-то. Можно и наломать дров. И важно проговаривать, не держать в себе, не копить обиды, нерешенные проблемы. И важно решить, как будет дальше семья развиваться. И когда приходили в какой-нибудь едином мнении, даже с помощью рода, да, основных родственников. И решали. А дальше уже переходил в обряд ликования. Тоже обряд, когда уже проговаривали, как будет семья дальше воспитываться и развиваться физически, в социальном плане, интеллектуальном плане, духовном плане. То есть, дело создали на целую неделю, вот какой-то план развития семьи. Сколько бы ни было детей, 1, 2, 3, 4, 5, рожали много до 16 детей минимум, потому что первый ребенок, он нужен был роду. Первого рода, роду, его воспитывали вот в этих родителях. И всегда успевала воспитывать глава рода, который еще был живой, седьмой тот. Вот, потому что уже 4 года жили, а порой больше. Это минимум, кстати говоря. И вот это ликование, вкладывание, ликование, было своеобразным праздником, потому что, совершенствуя себя, помогаешь роду на семь поколений вперед. Сейчас я прошу, галочка. А, ну ладно, тогда ее потом. Я хотела, чтобы она нам спела, мне очень хорошо песня не знаю эту тему. Ну, в общем-то, люди, смертно, а вот бессмертен. Там всегда наши предки ищи там. Вот, состояние еще. Ну, пока галь нет, мы потом ее просто пригласим сюда. Состояние роды можно было увидеть по человеку. Вот я первый, да, за мной еще. И будущее за мной. Туда семи, туда семи. И вот, считал, что физическое тело человек тоже отображал в состоянии рода. Правая сторона у меня сторона отца, левая сторона мать. Женская, мужская и женская половина. И ноги, ноги, это предки, это корни, корни древа. Грудь, ствол древа, живая родня, которая сейчас есть. И голова и руки, это крона, наши потомки. И вот, человеку, например, болит, вот, правая нога. Знаешь, проблему искали. Вот, по-моему, что у меня. Это сейчас трудно нам в этом разобраться, все понять. Но это очень хорошо поможет тем, кто занимается селительством. Вот эта схема и знания эти. Даллочка, ты споешь там здесь? Нужно. Да. А потом дальше поговорим. Пожарим. Песня всем знаком, девочки, можете. Песня все про любовь. Вот, ладно. Песня все про любовь. 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 при этом, то и к твоей жизни сложится и финансово, и личное, а вот если придерживаться родового клева, значит, сила твоего рода в любом случае. В чем еще состоит сила рода? Во-первых, родовая земля. Вот я вам привела поговорку в начале, родился, где родился, там пригодился. Мы немножко опять сузили понятие этой пословицы поговорки. Вообще, на самом деле, душа, когда приходит на землю, она заранее выбирает, где она будет воплощаться, где. Потому что энергия твоя, то есть моей душейной, она нужна в этом месте, планете нашей, потому что мы единость для матушка, солнышко, батюшка. Это придерживаясь наших предков всегда. И получается, что я немножко, может быть, отвлекусь. Посмотрите, если в наше советское время, смотри, что было, да? Постараюсь все это перемешать. Если вот кулак кизин в силу, если один палец, то его согнет любовь. Посмотрите, институт, закончили институт. Система сама такая была, чтобы роды все измельчить. Ну как, дели у нас, да? Пожалуйста. То есть, смотрите, получается. Уходили в армию. Очень многие оставались там, где служили. Уводили далеко. Вот я в Самарской области. Наш всех за... За Байкальке служить. У меня первая любовь уже за Байкальке служила. Я его проводила. Он приехал оттуда. Господи, следом пишет телеграмму. Поздравляю с сыном. Вот, пожалуйста, вот вариант. Да? Он там явно остался. И он, правда, приехал. А, женился другой. Естественно, получилось, вот, вот уже непонятно, да? А после института, вспомните, распределение на 3 года. Самый возраст, когда надо создавать семью. Я уехал, меня тут нету, род меня потерял, считай. Так у нее брат уехал в Пермскую область. Там в Челябинске закончил, уехал по распределению в Пермскую область. Там делал карьеру, там женился. Вот тебе, пожалуйста. Все. Мы его как род, как член рода, мы его потеряли в этом месте. А его энергия была нужна здесь, там, в Самарской области. И нас точно так и всех пораскидывал в разных, в разные места. Поэтому, что я себе... Каждый из вас, у каждого из вас есть такой пример. То есть роды наши все, к сожалению, ослаблены. Ослаблен может быть осознанно. Это тоже другой вопрос. Теперь, рождение детей. Рождение детей – это первый импульс, когда пробуждается у человека, у женщины память в руку. Это первый импульс. Пробуждается память родования. Подсознательно он сделает, у женщин делает все правильно. То есть начинает творить свое пространство и свой род. Теперь, вот этот долг перед родом – родить дитя, родить детей. Вот, кстати говоря, я когда-то читала, я нашла очень интересное. Долг перед родом земным – родить достойно воспитать своих детей. Долг перед родом небесным – донести до потомков наследие предков. Долг перед родом всевышним – раскрыть дух рода в себе. Раскрыть дух рода в себе. Взрастить себя правильно, воспитать правильно. Раскрыть дух рода в себе. Воссоединиться в духе силой и волей творца и своего рода. Вот он, пожалуйста. Все одной фразой сказано. И вы знаете, что получается? Если мы правильно взращиваем дитя, он получает все наше генетически и с информационного единого пространства. Значит, мы выполнили свою миссию. И это долг перед родом выполнить. И значит, род над родом, перед народом. Шестое, седьмое поколение вспомните. Это уже наша миссия. И призывать наши предки умели, высоких духов. Помните, я бы говорил, четыре раза в году. Зимнее, летнее солнце, стояние, осеннее, весеннее равнодействие. Дни, когда открывается врата праве. А праве, что это мир богов и космический закон. И мы можем просить, придите на воплощение. Наш род, меня конкретно. Ведь это делали через... Сами держали в контакте. Были волхвы, которые держали связь с нашими богами-предками. И еще одна сторона сила рода. Наверное, тоже нужно сказать. Пробуждение как раз этой родовой памяти. Сейчас очень трудно проснуться, вспомнить, ой, как далеко. Потому что перекрыли. Все, шоромился. Но поможет этому, наверное, в первую очередь, в составление родового древа. Мы их мыслями призываем, а не приходят. Помогает, ну, с тонкого плана, с капиталом. Написание родовой книги. Вот пока вы все живые. Расскажите. Я вот собирала материал своей родового древа три года. Три года. Я коснулся, я преподавала в школе народ-видение детям. И попросил составить элементарное, ну, родовое древо. Вот у трех поколений. Ты, родители, бабушка с девушкой. Даже это не могут родители вспомнить. Дальше трех поколений уже нет ничего. Мне пришло в полу, чтобы, да, надо собирать. Пока тетки живые. Я долго собирала. Я составила свое родовое древо. Она очень большая получила. Но это я. Вот вы покажи, вы давайте внукам. Давайте внукам, давайте внукам знания о своих предах. Пусть у них хоть чуть-чуть им помощь оттуда придет. Это очень важно, на самом деле. Семейный альбом. Показывайте, рассказывайте. Помните, я говорю, вот, висели всегда фотографии. Сколько фотографий в наших предах. Я в детстве помню. На стенке висел, вот, маленький, вот, подходитесь, смотришь, а это тоже все родовая память. Подсознательное пробуждение родовой памяти. Доброе отношение, во-первых, с живущими родственниками. Каждый из них что-то знает свое, я обязательно расскажу. Доброе отношение. Выстраивайся в доброе отношение. Как мы не ругались. Стараться развязать этот узел кармическое. Если нас соединили в этом, в этой жизни, значит, мы что-то друг другу должны. И самое главное, я у племянника говорю. Вот доживешь, ну, чат, он племянник, он же студентом, уже закончил. И вот старайся, чтобы к концу жизни ни одного человека не осталось на тебя обиженного. Ни одного. Вот тогда ты нормально-то уйдешь, туда-домой вернешься со спокойной, с раскрытыми крыльями. Крылья тебя вырастут. И почитание рода дает достаток. А вот неуважение, отрицание предков всегда в бедности. Это тоже знали наши сведки. Вы можете проследить это по своим знакомым. Это обязательно так и получится. Вот мне еще хочется остановиться на матершине. Матерная броня. Да, матерились цвета. Матерились цвета. Но матерились только мужчины. И то в крайнем случае, например, я замерзаю. Я на войне. Меня могут... Ах, и пошел вперед. Но всегда знали, что... То есть, это угроза жизни. Или какая-то фотосессорфическая ситуация. Но всегда знали, что при этом тебе род помогает в ущерб своей силе. Терялась родовая сила. И это все знали. А сейчас у нас что? Вот почему? Рады, слабые, здоровые, людей нету. Потому что мы одна мать. И мы ничего не можем... Мы проходим мимо, мы не можем сделать. Мы не хотим воротить, замечать. Должно теримся. То есть, это тоже... Было очень осторожно с этим обращались. Да. Матерились. Мы знали, что это ущерб. Он же восстанется. Но придется потом роду эту силу восстановить. И помогая другим родам. Только по просьбе. Укрепляли силу своего рода. Это тоже знали. Силу роду укреплять, значит, помощь другим. Но опять только по просьбе. Если другой род попросил, ты помогаешь. Ну и, естественно, помощь своему роду. На роду и державе. Потому что из семейных ячейков, ячейков общества. Точно так же мой род, народ и Родина. Все едино. И при рода, земля, матушка. Слово род имеет очень объемное значение. Которое тоже мы, к сожалению, сейчас потеряли. Но и напоследок, перед тем, как нам последнее, но уже много времени. Я хотела бы напомнить еще пару-трой пословиц. Очень глубокий. Подсади деда на печь. И тебя в ноги подсадит. Миш, мурашки. Вот. Своя рука руку моет. Это потеряли смысл. Смысл совсем другой. Род тебе поможет. А сейчас твоя рука руку моет. А, Влад, там. Ты подкинул, тебе. То есть смысл совсем другой. Или вот, например. На одном месте и камень кома вырастает. Как правильно сказано, да? Или вот еще. Без корня и полынь не растет. Корень. Береги корень. Вырастет рот. На чужой стороне Ребенок ворог. Враг. Раз не так. От худого селень Нежде доброго Ленина. Совершенно верно. И еще одну пословицу, Которую совсем уже перей начали. Мне хочется вспомнить. Пеняй как правильно, подожди. На Бога надейся, сам не плашай. Вот как вы понимаете, это пословица. На Бога надейся, сам не плашай. Сейчас сам подумай головой. Да, совершенно верно. Очень много сейчас немножко по-другому пословицу перей начинают. Делай, ты думай, думай про Бога. Но делай по-своему. На самом деле, да, это пословица очень глубокая. И она как никогда сейчас важна в нашем вот это трудное время. На самом деле очень трудное время. Энергетически, политически, социально, как хотите. На Бога надейся. Да, Он тебе поможет. Но сам не твори зло. Не положи. Сам не твори зло. Потому что все равно тебе придется отвечать. Даже мысли, уже не говоря о словах мысли, самая сильная штука. Думай, что думаешь. Думай, что думаешь. Думай, что говоришь. Сила слова нам всем дана. Потому что сейчас на землю, но это я уже перешла, но это скажу. Воплощены, если верить в инкарнацию, воплощены очень сильные души. Все вы. Потому что из 60 миллионов душ в сфере земли, воплощены всего миллиардов душ, 60 миллиардов душ, воплощены всего 6, ну сейчас 7 говорят. Значит, какое счастье было воплотиться. Нам дали возможность что-то исправить в этом воплощении. А мы никак не можем проснуться. Я уже проснуться, я приглашаю еще. А, чего они приятели? Я снялся уже, все уже не надо. Уважаю, воплощаю. Ну, пап, я не знаю. Ну, я говорила, что надо грязь его. Ну, я не знаю, что все не выпадают. Ладно, дай эту множку, у нас это неяркий номер. Да, не надо. Я пока воплощенцам написал книгу о своем роде. А, ну это, у нас парокест, организм, один из организматор парокестиваля шьется в 50-х. Я писал в своем роде. Мне тоже интересно. Ух, ты тут у него все покажи. О, попробуйте вот так вот сделать. Молодец какой-то. Так, может быть, какие-то вопросы есть у вас? Мы на активном бакталите по воскресеньям, ну, не каждое, да, тоже зачитываем свои рассказы, принимаем умственные о жизни своих предков, о воспоминаниях о своем детстве, если, по-моему, мне это захочется, мы это создаем как в книгу памяти. Но только мы все пишем честно. Мы не будем это ни публиковать, ни в газетах. Но когда мы уйдем, ни кто правду не знает. Поэтому, прямо где искренне, что какие-то эпизоды своей жизни, рассказы своих родителей. Можете не подписывать, приходите, зачитывайте в маленьком коллективе. Поняли? Ну, это раз уж мы коснулись. У нас, на самом деле, очень живая работа начинается в этом году, особенно. Вы сами как кладете, скажите. Да, и приглашаем вас и петь, и на гитаре играть. Мы тебя все-таки ждем еще пока. Она, правда, как начала, и нечаянно вот зашипала руку. Старая, старая. Ну, у вас, Даша, у вас, кстати, не надо. Тут у нас тут ухо не играть. Есть и старше, и помоложе, так что... Я учу. У кого-то, допустим, мечта была с юности, но нечего играть. Сейчас темно. Ходить темно. Довольте упадуть, чем опять раздевать. Нет, а у нас, кстати говоря, начинающие гитаристы по субботам, в час, поэтому, пожалуйста, приходите, я всегда вам предлагаю. Пою. Пожалуйста, кто может солировать, хочет, пожалуйста, на романский. Так все, что угодно. Так, переоделись, нет? Хочешь? Да. Так, Наталья Сергеевна, скажи по-подруге. В следующую субботу будет большой праздник, надеюсь, у нас будет. В следующую субботу будет большой праздник проводят Людмила Желинскини по сбережению народа. Там у них и конкурсы, там и поделки, и песни, и частушки, и танцы, все, что угодно. Творчество любое. Будет выставка. Ну, и будут рассказывать о здоровье, берегать, как сбречь народ, как сбречь свое здоровье. Так что будет большой, интересный праздник, и будут там еще и призы. На целом 12 часов, да? Да, 12 часов. Если наше мероприятие здесь посетило, это будет 12. И сейчас я вам представлю новый наш... А? Что это? Завтра день матери. Да, кстати. Очень интересно. Вот и вспоминаете, родители вспоминаете. Кстати говоря, знаете, вот сейчас, в этом году в связи с тем, что совпало с казанской, да, Дмитриевскую субботу нас перенесли на овсяг. Вообще, в ноябре, если вспоминать в ноябрьске, раньше мы про праздники говорили, а в этом году еще немножко по группе, то вот четыре раза в году как раз по этому связирую. Все помните, у вас там зима-летнего состояния, осенний день. Вот ближе туда плюс-минус всегда день памяти, день родительская суббота. Вот Дмитриевская суббота она в честь значит победы Дмитрия Донского как раз войска, да? И ну, так получилось, что этот день вспоминают, вспоминают всех воин, всех воин погибших, всех воин. Ну, вообще, мне очень хочется, я много хочу вам рассказать. Каждый месяц мы будем встречаться, в декабре мы говорим о зимних святках, но там тоже я хочу все-таки продолжить больше углубиться в бые. Праздники мы как-то обсуждали уже, два года по ним все гуляем, а вот глубже копнуться, как жили наши предки, до 50. До 50. поэтому в декабре месяц мы проведем еще такого небольшого курса и, конечно, поговорим о зимних святках. А вот в феврале мне хочется рассказать контраст образа, как в феврале, а в феврале. А вот в феврале мальчика воспитывались. Протенцов, да, потом читать хочешь? Конечно! Конечно! Я хотела ответить на вас. Здесь четыре строчки всего. Это на ваше замечание о сегодняшнем дне, о нашей жизни. Сегодня вот такое опять пустые разговоры. С концами не свести концы. Нас учат честную жизнь Божию и благородство подлецы. Еще одно объявление. Значит, к одним инвалидам будет в молодости большой концерт. Мы приглашаем с Москвы артистов. Это будет в двенадцатом числа в четыре часа дня. Так что вы хотите молдов. Молдов. Да? Этина, это я тогда в двенадцатом день. Здравствуйте! Все, я уже больше дать не буду. Седьмого дня. Наш, конечно, выше. Далее, они сады. Да! Заслушаем! Вот это уже и красавица. Аплодисменты Аплодисменты мы организовали еще один ансамбль небольшой, ансамбль казачьей песни, ансамбль патриотической песни. Аплодисменты уже от казачьей по-настоящему. Он реестровый казак, окска, данскуба, казанцев. А мы вроде как к нему присуседились. по-настоящему Играет музыка ПЕСНЯ 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 Дождь и черт сыпал вовремя, А потом, чтобы вовремя, Лёг снежок. Только мы в боевом поле Дождь и черт сыпал вовремя, А потом, чтобы вовремя, Лёг снежок. Смелый грех захочется, Жизнь, она не кончается, Жизнь, она продолжается Каждый раз. Будут мы в небе радуги, Будет мир, будут праздники, И шагнут в руки, в ровнуки, Дальше нас. Будут мы в небе радуги, Будет мир, будут праздники, И шагнут в руки, в ровнуки, Дальше нас. Весня пусть начинается, На небес поднимается, Светом пусть наполняется, Как заря. По сихим, по-хорошему, Пусть виски запорошены, На земле пожили мы не зря. По сихим, по-хорошему, Пусть виски запорошены, На земле пожили мы не зря. Мы желаем вам лада в ваших семьях, Здоровья вашим родам. И напоследок Споем еще одну песню, Которую тоже вы все знаете. С добрыми, добрыми пожеланиями. Пусть здоровы, Живите богато, А мы уезжаем До дому, до паты, Мы славно гуляли На праздники ваши, И где не летали Мы праздник окрашаем. Пусть будут на речках На светлые годы, Пусть плавают в речках Гусей-карабуды, Пусть вновь Пустьми А вон Пусть 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 Горяча Ищи Беларыш-кварка, а мне, если надо, нашласть бы и чарка, Чтоб приезжали желанные гости, чтоб люди на вас не имели бы слости. Ищи Беларыш-кварка, а мне, если надо, нашласть бы и чарка, А мы уезжаем до дому дохваты, а мы уезжаем до дому дохваты.